В 2014 году президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу обеспечить развитие российских моногородов. Таковым в том числе является и столица Южной Якутии. Исторически экономика Нерингре неразрывно связана с деятельностью угледобывающих компаний и в первую очередь с градообразующим предприятием Якутуголь. Четверть от общего числа трудоспособного населения занята именно в этой сфере. Безусловно, власти муниципального образования всерьез озабочены данной проблемой, ведь угольные запасы рано или поздно будут исчерпаны. Нерингре не единственный город России, имеющий проблему монозависимости. Таких городов в нашей стране 319 и проживает в них 14 миллионов человек. Можно сказать, проблема государственного масштаба. А когда правительством Российской Федерации были предложены механизмы развития таких моногородов, Нерингринская городская администрация не упустила возможность и, более того, возлагает на эту программу большие надежды. Это в соответствии с постановлением председателя правительства Российской Федерации. Тот моногород, который защищает специальную программу, получит средства государственной поддержки из федерального бюджета в размере до 1 миллиарда рублей на развитие такого города. Это все-таки и строительство дорог, программа энергосбережения, замена и модернизация системы коммунальной инфраструктуры и создание рабочих мест, создание новых инновационных предприятий. В случае Нерингре речь идет о развитии в рамках ТОР Южной Якутии, созданной на базе угледобывающего предприятия Колмар или создаваемой новой территорией опережающего экономического развития, функционирующей внутри ТОР Южной Якутии. Как будет выглядеть окончательный вариант, пока не ясно, но задачи уже сформулированы четко. Ключевая задача, которую ставит перед Нерингринской городской администрацией глава города Ленин Николаевич Олейник, это диверсификация экономики, то есть уход от монозависимости путем создания новых производств, развития сектора малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций и, конечно, создания рабочих мест. Участие Нерингре в программе развития моногорода и деятельность рабочей группы уже на сегодняшний день принесли первые плоды. В рамках проведения мероприятий по моногородам есть такая программа, она называется «Пять шагов благоустройства». По этой программе мы финансирование получили, это 33 миллиона рублей, эти деньги идут уже к нам в пути, и сейчас вот эта вот группа, в том числе и общественность, будут принимать решение, куда эти деньги мы будем направлять. Проблему Нерингре как монозависимого обсуждают сегодня на открытых конференциях, в которых принимают участие также представители институтов развития бизнеса, угледобывающих предприятий и банков. К тому же рабочая группа проходит обучение на базе центра «Сколково», а технический институт Северо-Восточного федерального университета готов к выпуску высококвалифицированных кадров для инвестиционных проектов. Словом, в настоящее время проводится обстоятельная подготовка к последующему утверждению и реализации нашей собственной программы развития Нерингре как моногорода. Галина Якимчак, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерингре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...